Парикмакерская стрижка Я в детстве тоже ходил, еще в шопах не было, когда ходил обычно в парикмакерскую стрижку, полу бокс. И в принципе сейчас ничего не изменилось. Парикмакерская обычно два ролла предлагает те же самые стрижки, что и 13-20 лет назад. А у нас все модные тенденции, которые в нынешнем году идут. Стрижки Undercut, Fade. Тот же Crop, известная стрижка, с ней много людей молодых ходит, допустим. Как у меня, челка-майка челка, повольше челка прямо. У Владимира это не так еще. То есть у тебя сейчас самая модная стрижка у Владимира, можно сказать? Блин! А как вообще так получилось, что тебя взяли в такую мужскую атмосферу? Ну, на самом деле, тогда уже как раз барбер-шопы начали популяризировать, что девушки тоже могут за них работать. И дочь, который работает за открытие, он как раз на тот момент учил меня. И я здесь была открытой вакансии, я просто пришла подстреливать, попробовала, понравилось и все. Ну, самым сложным было, что вообще мужчинам в нашем городе пока достаточно сложно принять, что девушка может делать как минимум на уровне с мужчиной. И тут тоже делать хорошо. В барбер-шопе? А мне наоборот говорили, что есть клиентура, которая приходит именно к тебе, которым комфортнее. То есть? Ну, это даже не 50%, это прям меньше. Ну, то есть, да, кому-то просто принципиально, чтобы стрибить девушку. И сейчас они там уже постоянные клиенты, они знают, что разницы нет, куда они пойдут, ко мне или к мальчишкам. Сейчас, на самом деле, очень много школ, которые учат, но у нас есть своя, это Moscow Barbering School. Обучает барберов из нуля и повышение квалификации. Он может ни разу ножницы надержать, а его за 5 недель получат встречу. Обучение с нуля, по-моему, стоит 100 тысяч за 5 недель, да. Но считаю, что Moscow Barbering School самая сильная команда, ну, преподавательский состав и самый обширный курс в целом. Даже во Владимире хороший барбер может зарабатывать 90-110 тысяч. Я вообще самоучка. Самоучка? Да. Ну, тебе пришлось все равно какие-то там сертификаты получать в курсы? Ну, да, конечно. Я ездил несколько раз в Москву, посещал несколько курсов, на которых у меня, разумеется, получали всяческие сертификаты. А вообще, я обучался здесь, у ребят. Ребят на меня учили, параллельно я ездил в Москву. В детстве вообще я мечтал, чтобы вся моя деятельность была связана с досудом людей, с развлечением людей. Всегда очень сильно тянулась в сцене. Ну, собственно говоря, я в этой сфере и работаю. Это моя не основная работа. Так. Вот. Я работаю ведущим мероприятием, организатором мероприятий. Но потом я подумал, что мне этого мало и мне хочется попробовать что-то многое, что я еще никогда в жизни не пробовал. И что мне это точно будет помогать на протяжении всей жизни. Потому что смысл обучения новым работам в том, чтобы... В процессе стрижки постоянно о чём-то мы говорим. Но не настолько, наверное, это как бы девочек. Потому что когда я прихожу к своему мастеру, мой мастер знает прям даже подробности о моей личной жизни, например. Конечно, они более закрыты и они в основном стараются что-то узнать, что у меня нового. Как-то вот больше обо мне мы разговариваем, нежели о них. У меня, допустим, есть клиенты, у которых вот такая борода огромная. И они не хотят её встречать. Как у полярника, да? Да. То есть большая, но она ухоженная. Она не будет такая, как бобёрочка, лохматая. Она ухоженная, она красивая, она здоровая, имеет здоровый вид. Нет, реально есть такие... Здоровая во всех смыслах. Есть такие бороды, когда на неё смотришь и... Я никогда не думал, что у меня получится. Я никогда не думал, что меня к этому потянет. Когда я начал обучаться, я подумал, что я зря взялся. Потому что я оказался гораздо статурнее, чем я себе представлял. Вот. Сейчас я не жалею ни о чём. Сейчас я жалею только о том, что я начал это делать... Не начал это делать статурно гораздо раньше. Тогда было бы гораздо лучше и мне, и я был бы уже на более высоком уровне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА